Елена Рейн. Сильное влечение. Глава первая. До сих пор тружусь в офисе, хотя рабочий день закончился еще два часа назад. В последнее время рабочее место стало милее дома. Лучше я приготовлю важные договоры, необходимые в понедельник на планерке. Сегодня утром генеральный директор положил мне на стол список обязательных документов. И уверенный в моей исполнительности ушел домой без возврата на обеденном перерыве. Дети в гости из другого города приехали. Геннадий Иванович Бурнагин, невысокого роста седой мужчина, немного прихрамывающий на левую ногу. Замечательный, отзывчивый, чуткий человек, но, к сожалению, чересчур добрый руководитель, чем пользуются все работники нашего филиала строительной компании. Меня раздражают вечные умоляющие просьбы всех, кому не лень просить, что случается ежедневно, но Бурнагин постоянно входит в их положение. Да и сам, вместо того, чтобы привести все дела в полный порядок и погонять все отделы перед проверкой, направился домой. Ну, кто я такая, чтобы давать советы? Постараюсь максимально исправить косяки и буду надеяться, что все образуется. Не просто же так к нам едет сам Ветровский. Не видела лично, но наслышан о его придирчивости, требовательности и высоком профессионализме, что заставляет меня существенно переживать о будущих переменах в нашем рабочем укладе. Покинула секретарскую критичным взглядом и лишний раз убедилась, что мне очень нравится работать здесь. Конечно, все как бывает обычно в таких офисах. Широкое металлопластмассовое окно, занавешенное белоснежными жалюзи. Шкаф нежного, светло-коричневого цвета для документов и одежды с другой стороны. Тумба для лазерного принтера. Три в одном. Копир, сканер. Кофемашина на широком комоде. В центре комнаты стоит мой рабочий удобный, а главное вместительный стол, на котором стоит маленький принтер только для моих документов, компьютер, мини-колонки, пластмассовые папки для документов. И, конечно, я внесла свою лепту. Поставила везде, где было место, горшки с цветами. Что поделать? Питаю истинную любовь к растениям. И когда настроение зашкаливает за грань завыть, любуюсь, ухаживая за зелеными друзьями. В филиале я работаю почти два года. Устроилась сюда по рекомендации своего куратора сразу после университета. И до сих пор дружусь, если, конечно, в понедельник меня не уволит новый генеральный директор из Москвы. Как правило, приезжающие руководители прилетают из столицы на проверку с секретаршами. И, возможно, в скором времени мне необходимо будет искать новую работу. Когда в понедельник всех исчислили неприятной новостью о приезжающем гендиректоре, никто не обрадовался, кроме нашей красавицы Лолита. Яркая, эффектная, соответствующая параметрам греческой богини Афродита. 86-69-93, но ростом примерно 185 см. Лола отчаянно ищет себе богатого мужика и тщательно следит за своей внешностью. Естественно, у нее множество любовников, балующих ее подарками, о чем она рассказывает каждый, по ее мнению, неудачница, в том числе и мне. На работе. И мечтает уехать с богатым кошельком куда подальше из нашего грязного городишка. О себе могу сказать так. Приятно посмотреть в зеркало. Среднего роста, темноволосое, все в норме. Меньшего не хочу, большего не желаю. Характер у меня мировой. Конечно, иногда бывают срывы, когда уж сильно доведут, что порой случается в моей семье. Не считаю это порогом, у всех наступает период, все достало. Глазки карие, маленький корносый нос и губы в форме сердечка. Целеустремленный и уверенный в себе человек. По поводу образования. Закончила с красным дипломом экономический университет по специальности учет, анализ и аудит. Прошла курсы по делопроизводству и год назад ездила в Москву. В центр специалист, прем ГТУ имени Баумана, где узнала не только о ЗП, но и повысила квалификацию до секретаря-референта. Послышалась мелодия звонка моего сотового, говорившая о том, что меня в который раз ищет мама. А я не беру. Знаю, что нельзя так поступать, но если бы у нас в квартире не сидел на данный момент новоиспеченный претендент мне в мужья, Григорий, добрый и чуткий преподаватель в институте, где работает моя мама, то так бы не поступила. Донирова Тамара Ивановна, несомненно, красивая и замечательная женщина. Но если ей в голову пришла бредовая мысль, то пиши пропало. Можно смело выбирать свадебное платье. Хотя и это она сделает прекрасно сама. Мама – отчаянный диктатор в нашей семье, пытающийся все у всех контролировать. С моей старшей сестрой так и произошло. Наша мамочка обо всем позаботилась. Непонятным образом выдала замуж прекрасную Зинаиду в 18 лет за богатого, красивого, умного предпринимателя. Как она так умудрилась, до сих пор не пойму. И когда обиженная Зина с двумя сыновьями приезжает к нам жить на несколько деньков, якобы уходя от мужа, то и тут без Тамары Ивановны не обходится. Она постоянно учит супружескую пару и неустанно присутствует в их семейной жизни. Ладно, Зина. Она со школы замуж хотела, но я-то нет. Насмотрелась на сестренку и не тянет туда. Может, я родителям надоела? Задаю себе этот вопрос уже три года и до сих пор не уверена в ответе. Мне всего-то 23. Правда, через несколько месяцев и эта цифра увеличится. Но я стараюсь не переживать о таких пустяках. Вместо меня об этом усиленно думает мама. И что совсем выбивает из колеи, папа тоже участвует в этом дурдоме. Он у нас работает в городской больнице невропатологом. С его стороны врачи, с маминой преподавателя. Все, несомненно, замечательные и добрые люди, очень даже подходящие, вечно заняты мне. Надеюсь, уважаемый преподаватель кафедры техника и физика низких температур напился чаю на три дня, наелся пирогов на неделю и уже ушел домой. Это надежда, причем наивная. Уверена, претендент в мужья все еще сидит в кухне и уплетает мамины вкусняшки. Всегда удивляюсь ее таланту, умению быстро и вкусно готовить. Что интересно, заметила, даже очень поздно приходя домой, очередной новоиспеченный жених продолжал ожидать меня за столом, в облюбленном месте. Не думаю, что ему так интересно познакомиться и тратить столько времени на ожидание. Да и в зале удобнее и приятнее сидеть. Но нет, претенденты родителей постоянно околачиваются там, откармливаясь впрок, как будто специально приходят только вкусно поесть, а не встретиться со мной. Мама перестала звонить. Из-за дела принялся папа. Николай Петрович очень строгий, серьезный мужчина. На работе. А вот дома они с мамой иногда меня поражают своей опекой и заботой. Постучала пальцами по рабочему столу и взяла в руки свой красный сенсорный телефон, обернутый в светлую фиолетовую обложку с заклепкой. Порадовалась красивому рисунку. Нежные лилово-белые бабочки с закрученными светлыми линиями. Совсем недавно приобрела эту обложку в интернет-магазине за замечательную цену. Вздохнула и ответила на звонок. — Привет, пап. — Анют, ну что за непорядок? Почему не дома? Раздался спокойный, сильный баритон отца. Закрыла глаза, не знаю, что сказать. Совершенно не умею врать. Хотя периодически пытаюсь, поэтому сказала, как есть. — Осталось печатать договоры. Не хочу видеть гостей. — Милая, ты же должна отдыхать. Какой-то отдых, когда дома после работы даже чай попить нельзя без сватовства. Обязательно родителям вспомнится какой-нибудь положительный бедолага, и, естественно, он будет идеально подходить мне. Завтра Лена вечером приедет. Вот мы и отдохнем. А сейчас мне нужно работать. — Анюта, — проворчал папа. — Папуль, я очень тебя люблю, но мне, правда, нужно еще один договор проверить. И тогда пойду домой. Мама расстроится. Григорий так хотел с тобой познакомиться. А я нет. Самое главное, его накормили. Теперь пусть шурует домой. Думаю, он не должен быть в обиде. Папа, а я не... очень устала. Мне сейчас не до вежливых разговоров. Я весь день улыбаюсь, говорю по телефону, информирую, печатаю договоры. И вечером мне хочется банального понимания и спокойствия. — Понял. Выпровожу маминого протеже. Стоматолог с моей работы в десять раз лучше. Но, зная, Тома все равно будет недовольна. — Замечательно у меня, папочка. Когда женихов не предлагает? Вздохнула и прошептала. — Знаю, спасибо, папуль. Как только отключила телефон, доработала все моменты в новом договоре с подрядчиками и, распечатав, положила в папку, встав с рабочего кресла, накинула плащик поверх брючного костюма и пошла домой. На улице было пасмурно, недавно прошел сильный дождь, воздух свежий и приятно пах. Медленно брела по дорожке, обходя лужи, совершенно никуда не торопясь. Вдруг гость решил на месяц чая напиться и неделю не питаться. Поэтому подышу чистым воздухом и пройдусь. Для организма очень полезно. Подъехала грязная желтая газелька, и я махнула рукой, привлекая внимание водителя. Когда транспорт остановился, брезгливо посмотрела на ручку. — Да... Но ведь можно и протирать иногда. Ладно, салфетки в сумочке есть, вытру. На свое несчастье села в полупустую газельку спереди, а там за рулем выседал невмеро упитанный молодой дедушка с золотыми зубами. Его весьма странная улыбка во весь рот вызвала у меня желание нахмуриться и пересесть назад. Мы тронулись, и через десять секунд непрерывного сканирования моего профиля мужчины, пока я открывала кошелек и доставала деньги. Пожалела, что устроилась именно здесь. Оценивающий взгляд водителя напрягал. Ну вот же. Сделала строгое лицо и передала ему деньги. — Вот такой красавицы деньги не могу принять! С тихой, загадочной улыбкой сказал мне Дон Жуан, что я немного зависла. Грубо ответить неудобно, а улыбаться нет желания и настроения. И вообще, я такой добротой не увлекаюсь. Мужчина явно переоценил свои возможности, поэтому вежливо и строго проговорила. — Возьмите, пожалуйста. А то мой муж, честный до ужаса нервный полицейский, совсем не поймет вашей доброты. Мужчина выхватил мою сотку и, что-то бортнув себе под нос на непонятном языке. А может, просто тихо прошипел. Я честно не разобрала. Дал сдачу и больше не демонстрировал свои золотые коронки. Улыбнулась. И, надев беспроводные наушники, решила побаловать себя музыкой. Под мое грустное настроение остановилось на греческих мелодиях, а именно песни Костаса Мартакиса. Даже через гарнитуру я слышала, как мужчина громко разговаривал по телефону, несомненно, со своей женой, так как их разговор был о непутевом сыне, разбившем стекло в фойе школы. Водитель периодически выкрикивал, что у сына его гены, и ничего страшного в этом он не видит. С середины пути вынуждена была слышать воркование любвеобильного мужчины с очень веселой девушкой-студенткой, севшей между нами. Она не оплачивала проезд, как он ей предложил, и всю дорогу хихикала с ним у меня под ухом. В салоне стояла тишина. Все пассажиры с интересом слушали, гадая, чем закончится их заигрывание. Мне было неинтересно. И, сделав музыку громче обычного, в искренней надежде не оглохнуть, решила удалить ненужные сообщения от организации. Когда полная газелька подъезжала к моей остановке, я сняла наушники. Закрывая дверь машины, поняла по беседе, что водитель уговорил девушку пойти с ним на свидание. Да, а кто сыну мозги будет промывать по поводу поведения и разбитого стекла? Видно, мать. Ведь отец будет допоздна работать. Решила зайти в магазин. Хотела даже спросить у мамы, что необходимо купить, но передумала. Зачем? Она не даст и слова сказать, сразу начнет жизни учить. Что меня такую замечательную, но непутевую. Никто так и не возьмет замуж. Не спешу туда, но молча слушаю. Да и зачем спрашивать, что купить ей, сама знаю, что нужно. Дом и жить отдельно. Хотя Зине это не помогло. Мамулечка в курсе всего. Даже когда зажравшийся Кирюшенька жену в постели игнорирует. Раньше никогда бы не поверила, что такой цирк может быть между мужем, женой и тещей. А оказывается, в моей семье такое счастье. Решила однажды попробовать маме дать совет не вмешиваться, но она обиделась на меня и неделю не разговаривала. Поэтому теперь я обычно просто сижу и выслушиваю, как Кир змееныш гулящий. Ну, богатенький Буратино. Обижают Зинулечку, Светика Ясного. С сестрой мы не понимаем друг друга. Капризные Примадонны с разумными секретаршами не разговаривают о жизни. Примерно так все звучит. Про самого Кирилла я ничего не скажу. Когда приезжает сюда, то вроде нормальный мужчина. А по маминым словам, психопат жадный и многое другое. Я нейтральная сторона, поэтому забираю детей на улицу и играю. Пока действующие лица не переругаются на 20 рядов. Зинка за одну нашу посуду перебьет, а Кирилл денег положит на покупку новой. И только потом муж их забирает домой. Если, не дай бог, не забрал, Зина доводит всех противных домочадцев до белого коленя. И я готова ночевать на лестничной площадке с блохастыми котиками, лишь бы не дома. А потом успокоившаяся сестра звонит своему мужу и приказывает явиться. Мальчики у них отличные. Конечно, сорванцы, но я их очень люблю. Купила в магазине баночку кофе, которую так хвалила Лолита на работе. И любимых конфет, золотая лилия. А потом побрела домой. Входила в квартиру осторожно, как провинившаяся школьница. Но все равно, закрыв дверь, услышала недовольный звонкий голос мамы. Доча, ты почему такая непонимающая? Я же для тебя стараюсь. Мам, привет. А папа где? С улыбкой спросила, снимая обувь и плащ. В комнате, ответила моя красивая мамочка с модной прической, даже в байковом халате, выглядевшей шикарно. Она тяжело вздохнула, решив продолжить разговор. Но я опередила. Мамочка, давай не сегодня, на тему хороших и добрых мужчин. Замучена выдохнула, снимая туфли и вешая плащ в шкаф. Вот и я говорю, что нужны только такие мужья, а не как узинки, богатые, а скотина. Так, началось. Бедный Кирилл, наверное, ему постоянно икается, ежечасно, поминутно. Мамуль, давай потом о сильном поле. Как настроение будет, когда-нибудь? Я устала, и так хочется поесть что-нибудь вкусненькое, сготовленное твоими волшебными ручками. И заодно ты мне расскажешь, что у вас интересного произошло в институте. Если честно, мне даже разговаривать тяжело. Лень после сегодняшнего дня. Мама расцвела от моих слов. Замечу, что я ни капли не обманула. Готовила она замечательно. Тамара Ивановна улыбнулась и с огромным вдохновением и оптимизмом выдала. Ой, что было-то, расскажу, не поверишь. Но ты давай, раздевайся и с отцом поздоровайся. А то только вечером видитесь. Потом кормить тебя буду. Мне одна хорошая знакомая рецепт дала наивкуснейшей запеканке с рыбой. И я ее на вечер приготовила. Получилось просто волшебно. Улыбнулась и, быстро обняв маму, пошла переодеваться да мыть руки. Заодно папу прихвачу на кухню. Его юмор и мамины рассказы. И к концу ужина у меня настроение лучше некуда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...